Память с Марином. Думать о Кришне – это естественная вещь, но есть другая энергия. Если мы допускаем Майю, то память преломляется. А отражение в другом месте. И как бы наша задача, с одной стороны, получить пхаву, тами, веру, чувство, глубину почувствовать, реальность духовная. И другая сторона – не пустить Майю в свое сердце снова. И в каком-то смысле Майя стала хозяйкой внутри нашего ума и чувства. Захватывает эти все наши стратегически важные жизненные места. И мы снова смотрим, созерцаем материальный мир. Созерцаем, если мы не проповедуем, мы созерцаем. Но созерцаем, объекты чувств, возникает привязанность к ним. Кто-то может подумать, но я был в Дхаге. Я ел джаганат-прусад. Я мывался в океане любви. Я чувствовал премию, экстаз. Что мне бояться Майя теперь? Но Кришна говорит, созерцаем объекты чувств, развивается, привязанность к ним. Созерцаем объекты чувств – это некое, это еще не Майя, это некое отвлечение, небольшое отвлечение. Как с тем примером, здесь, насколько я помню, джаганат-прусад. Прабхапада гулял с учениками у океана, а может быть, не джаганат-прусад будет. И утренняя прогулка, и ученики, они шли прямо непосредственно за Прабхападой. И какой-то молодой был человек, который привлекся движением сознания Кришны со семьи душа. И ученики, они ловили каждое слово Прабхападой, все светилось на монофон, кто-то задал вопрос. Это было всегда интересно, захватывающее прогулки, общение с Прабхападой. Этот молодой человек, он, однако, видел солнечных правов, труднагерю, по песку. Иногда он убегал посмотреть их, прятаясь в фонаре, он снова прибегал по Пабхапане, слышал несколько слов, снова солнечного права, и снова бежал туда, играл. Пропадаясь больно в этот момент, и без него ученикам и старшим, все начинается с отвлечения. И неважно, вы можете быть уже старым преданным, или опытным преданным, знающим философию, имеющим опыт, практики большого. Но все начинается с отвлечения. Майя сильна в соприкосновении с объектами чувств, она сильнее любого из нас. Не имеет значения. Наши стаж в сознании Кришны, наши знания философские, что бы ни было, наши заслуги в прошлом. Господу ничего от нас не нужно. Все эти заслуги, или старшие, или что-то еще, могут убедить, Майя у нас может убедить, что теперь бояться нечего от тебя. У тебя есть заслуги. Ты уже преданным. И с отельца объекта, что-то возникает, к ним привязанность. Но уже следом за этим, что-то более сильное. Вожделение. Вожделение из этой привязанности возникает. И вожделение невозможно удовлетворить. Ни шастрами, ни киртаном. Да? Если мы сосредоточены на этом стадии, мы видим, ни джаба не помогает, ни священные писания не помогают, ни настолья не помогают, ни лекции духовно учителя не помогают. На этот период времени человек полностью отсоединяется. Вожделение – это та самая отсоединяющая сила уже от Бога. Все переворачивается вверх ногами, и человеку кажется, что все это искусственность, эти правила, предписания. Я хочу нормально жить, я хочу просто любить, быть счастливым человеком. Столько искусственности, столько фанатизма. И это переходит в критику. Неудовлетворенное вожделение порождает эти вещи. Море критики в уме. Море критики в уме. И получается интересная вещь иногда. Когда-то человек пришел, плакал по Кришне, и молился всем святым. И через какое-то время он все критикует. Почему? Он пустил свое сердце в мое. В какой-то момент времени. Всегда нужно помнить одну вещь, но как я понимаю, с моим опытом я понимаю тоже что-то. Могу опираться на какой-то опыт, что сознание Кришны – это исключительно свобода выбора. Ничто другое. Несмотря ни на какие заслуги, или положение нынешнее, или прошлое, или будущее, все решается ввода выбора. Можно стать великим преданным, а потом измениться. Махараджи Бхарата пришла за колененку. Вы скажите, как? Не слишком ли фантастичная история. Он достиг Бхавы. Достиг Бхавы. Это духовно, это тварь уже. У него не было аднарта. Он был чист. Как же он мог привязаться к колененку? Нет. Он просто сделал выбор. И та сила, с которой был привязан к Господу, а он был так привязан, это же был император Бхарата, остал империю, он ушел в лес, медитировал. Он достиг трансцендентного уровня. Он уже созерцал стопы Господа в своей медитации, в своем ежедневном поклонении. Он уже созерцал стопы Господа. Он уже фактически был у стопы. Он уже, можно считать, освобожденная душа. И он впустил в сердце этого лененка. Впустил в свое сердце Майю. Ну, так построена история. Майя тонкий психолог. Майя знает. Преоданный, мягко-сердечен, преоданный, сострадателен. Вот эта оленюха беременная. Он будет сострадать в сердце. А вот этот хищник нападает на нее, она прыгает с обрыва, она спасает свою жизнь, тонет в реке, в конце концов рождает этого лененка и погибает. Этого лененка прибивает река к стопам Ахараджи Бхараты. Кто идет, то он верит. Как же это сердце преданного откажется спасти живое существо? Приносит его ваше такое нежное создание, глаза, красавица. И он смотрит на него, как на мать. Он зависит от него волностью, от его милости. И это любовь. И он почувствовал ее. Такую же, как любовь к Богу. Точно такую же. Только уже коленем. Вспыкнула. Живая. Настоящая любовь. Так где-то. Это уже здесь. Это судьба, он сказал. Мы с прошлой жизнью еще были вместе. Ничего не обстоялись. Посмотрите, как все сложилось. Это мой олененок. Я говорю, про меня любую штуку. И он стал жить вашими. Собственно, с мудрецами жили часто животные. А елени и другие, и птицы. Но здесь речь идет о другом. Возникла привязанность. Из привязанности возникло вожделение. Он влюбился, а влюбиться изначально поглотил все чувства. И ум тоже. И он был очень вдохновлен. А раньше бхарат продолжает свою пуджу ежедневную. Он благодарил Господа за такую награду. За такой мирный результат, преданного служа. Я получил что-то для сердца. Я совершаю эту пуджу. Он смотрел, ты здесь. Ария Кришна. Далеко не уходи. Там в джунгли, мало ли кто. И он все, он стал отвлекаться. Отвлечением. Либо мы полностью в сознании Кришны, либо мы полностью в сознании Майи. Ни то, ни другое, как разорванное облако говорится. Аджуна говорит. Можно иногда так завистнуть в этом пространстве, знаете. Не там, не там, не там, не там. Почему? Отвлекаемся. Пускаем сердце Майя. Потом говорим. Нет, это Майя. Снова Кришна. Снова нет. Это Майя. Это Кришна. Это Майя. Это Кришна. Одна преданная из Киргизии, давно уже инициированная. Она была, она с супругой была, директором пансионата. Мы приятно познакомились. И она стала предоставлять им на Иссыкуле место, там, программы, там, в пансионате. Мы там проповедовали, там, она помогала. И тогда она еще встречала других гостей туда. Два дома. Ее одна не дома давала бесплатно, приятно, полностью. Другой дома еще, ну, какие-то свои гости приезжают туда к ним. Она приходит к преданным и туда, и туда, и туда. Вот тут, там Майя, тут сознание Кришны. Там Майя, тут сознание Кришны. Там приезжают гости, нужно резать барана. И вот она наблюдает, она режет барана, ворот, весь в крови, эта шкура там. Потом идет к преданным, навещает их. А там Кир, там Прасад, Шимабаба, там, она там так сидит, засыпает. Потом снова идет туда, по делам. И там снова идут все эти останки, варят плов, там, кости эти. И так, и так много раз сходила, пока не поняла, где Майя, а где Кришна. И, наконец, уже выбрала окончательно. Я говорю, не могла сразу различать эти вещи. И там гостей нужно встречать по традициям. А здесь другие традиции, тут тоже гостей, тоже нужно уважать. И то уважать, и этого. А что же я выберу? Уважать нужно всех, хорошо. Но выбор в чем? Вожделение порождает гнев. И когда гнев выходит наружу, все, человек забывает. Все. Он помнит только ежесекундные давления чувств. Не может о чем-то другом думать. Кто-то обидел, я не могу забыть. Не могу. Причем здесь Киртон? Ну, при чем здесь Киртон? О чем он говорит? Что у меня вопрос в эти 16 кругов? Причем здесь 16 кругов? Ну, сколько вокруг странных людей. С этим разберитесь сначала. Он все о том же говорить. У вас это какая-то философия примитивная вообще. Вы жизни не понимаете. Все, он забыл уже? И он говорит, в материальном мире лучше, чем здесь. И уходит. Не уходит Кришна его. Уходит туда. Все. Ты выбрал. Вот тебе мир. Той желанный мир. Там ты можешь сводить счеты. Там можешь свои чувства, свой гнев. Той желанный, там разделение, там все есть объекты. Все он создан для этого. Пожалуйста. И как же это выбирать Кришну? Когда мы влюбляемся в Кришну, а мы влюбляемся в Деджи Ганатву и Господа Читани, говорим, поломничество. И это работает. Мы можем чувствовать это. Одно поломничество, второе поломничество, третье поломничество. Любится человек. Но если это любовь, если мы выбираем это, мы будем служить для любви. И мы никогда не забудем Кришну. В служении мы никогда не забудем Кришну. В служении Кришна сам постоянно проявляется. Постоянно проявляется. И раскрывается больше и больше. И конца, и края этому нет. Если мы выбираем служение, мы никогда не забудем Кришну. А если мы прекращаем служение, мы отрекаемся. Мы созерцаем, мы привязываемся, мы испытываем сильное чувство. Потом мы раздражены. Потом мы знаем, что делать. И один практический совет. Или просьба, или совет. Кому как. Соблюдайте садану. Дайте себе такой обед. Вставать рано утром. И выполнять все свои обязанности с утра. Очень старайтесь это делать. Мы понимаем разные условия. Это все такое. Все не всегда получается. Но давайте мы стараться это делать. Изо всех сил. Это очень важно. Пропада об этом говорил на смертном одре. За считанные дни до ухода. Это, пожалуй, последнее, что он сказал. Когда микрофон в самом рту увидели таких съемных. Пропада говорит. Что он так говорит? Мы слышали это. Вставать рано утром. Идите нам отговорить. По этих ли Кришне. Ешьте красавты. Все просто, 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 просто. Раджа гуна и тамагуна очень опасны. Раджа гуна отвлекает. Тамагуна стягивает вниз. Очень опасно. Нет силы преодолеть эти гуны. Кроме выбора. Кроме свободы. Это самая лучшая вещь. То есть, если мы на самом деле выбирали Кришну, Майя не прикоснулась. И в Майе можно находиться даже в святом месте. Майя безграничность тоже сил имеет. Это энергия Кришны. Как говорил однажды Майя Павличный Госвами, Майя не посмотрит даже на вашу данду. Она ему придет, даже если у вас данда в руке. Так он сказал однажды. Когда были проблемы у кого-то, старшие предные обсуждали, в чем причина этих проблем. Но всегда, если есть какие-то сложности, потом обсуждаются, чтобы найти причину. как Майя проникла, что произошло, в чем неудача. Ирданат Махарадж говорит, прямо не сел Прабхата. Прабхата сказал, разница между мной и вами в том, что я боюсь Майи, а вы не боитесь Майи. Не бойтесь Майи. Не бойтесь Джаганат, бойтесь Майи. Господи, что они тоже не бойтесь. Бойтесь Майи. Майя, она улыбается. Она может даже принять наше несовершенство. Она даже ложь нашу может принять. Ложную философию и прочее. И скажет, очень хорошо, молодец. Вот сейчас ты нормально мыслишь, независимо. Зачем ты повторяешь за кем-то? У тебя есть своя философия. Вот сейчас ты выглядишь нормальным человеком. Майя нас одевает, бывает. Проникает в уму, убеждает, что все у меня хорошо, будущее будет еще лучше. Но в Майю мы просто выбрали, пригласили. Знаете, как эти депрограмматоры в Америке появились тогда депрограмматоры, родители их нанимали, чтобы эти темы ввести из сознания Кришны обратно. Депрограмматоры были такие. Страшные вещи делали. Мне рассказали, что они проходили эти депрограмматоры, их насильно закрывали и проводили специальные такие тренинги, жуткие, чтобы как можно больше аппаратов они выслушали, чтобы потеряли вкус к этому сознанию Кришны. И даже родители, когда видели это, кричали, все, хватит, хватит. Это ж слишком, это слишком. Знаете, что они говорят? Вы нам за это платите, уходите отсюда. Вот это Майя. А нам могущественно. Вы за это платите. Ты мне платишь за это жизнью. Чей? Я тебя защищаю. Я за тебя твою жизнь защищаю. Майя говорит. Ты мне платишь с кровью. Поэтому я буду управлять твоей жизнью. И даже тут мы верим ей. Поэтому рано утром, алтарь, алтарь, шестнадцать кругов мантры, ежедневно стараться это делать как можно лучше. И дхамы будет проявляться в нашем доме. И дхамы будет проявляться в нашем доме. Общение с друзьями. Везде будет проявляться все больше и больше дхамы. Любовь в раздвинуке, если вы чувствуете дхамы, значит, все хорошо. Если вы скучаете по дхаме, по этой атмосфере, по джиганат-проссаду, если иногда вспоминаете, плачете, когда же я снова попаду в джиганат-хапури или в риндау. Бывает, что человек долго не может прийти и приехать туда. Удаст ли мне еще когда-нибудь приехать в дхаму, кто-то плачет, значит, все в порядке. Ну вот несколько таких напутствий. Мыслей. Есть вопросы? Наверное, уже поздно. Небольшой Киртен. Махендра здесь, из Ташкента? Здесь иди сюда.